через две минуты начинаем хорошо здравствуйте все уже на нашей встрече все уже готовы думаю что мы все уже здесь кроме министра пизану госпожа пизана была вызвана на внеочередное заседание правительства я под огромным впечатлением и это очень много для меня значит что я могу модерировать встречу с участием так знаменитых участников спасибо за то что это стало возможным и надеюсь что это все будет во благо всего человечества уважаемые дамы и господа уважаемые панелисты я хотела бы чтобы вы выслушали мой родной язык то есть арабский поскольку мы на заседании ООН это лучшее место чтобы обмениваться мнениями в рамках всего человечества поэтому я буду нас вводить в наши дебаты на арабском языке в этой необычной ситуации которую мы испытываем в мире наша жизнь меняется в любом уголке мира наша планета меняется вследствие разных событий а также стихийных бедствий благодаря этому нас пробуждается чувство человечества и нам нужно изменить свой образ жизни тот рутинный ежедневный образ жизни люди и прекратили работу на рабочих местах закрыты торговые центры они не работают так как обычно государственные институты также не функционирует и так выглядит ситуация во многих уголках мира вследствие коронавируса это все меняется беспрецедентным образом однако цифровые технологии имеют тот потенциал который позволяет нам надеяться на выход из этого кризиса и расцветание в будущем классический традиционный подход зачастую не оправдывается и мы направляемся в сторону более нетрадиционного мышления которые ориентированы на цифровые технологии нам нужно задуматься какую роль играют цифровые технологии в обозримом будущем в разных областях как образование промышленность сельское хозяйство в этой новой цифровой эре которая навязывает много требований и также вызывает много проблем и вопросов мы участвуем в дебате на нашей сессии будем заниматься разными темами я хотела бы начать с госпожи хумзиле млямбо нгука представительница юан уймен она является исполнительным директором потом господин йонг ли представитель организации юэн айдио ее генеральный директор здравствуйте здравствуйте мне очень приятно и мне очень приятно и я очень рада что мы можем встретиться потом госпожа габриэла рамос ассистент генерального директора по социальным и гуманным наукам юнеско здравствуйте мне тоже очень приятно что мы с вами можем встретиться и господин марио симоли из экономической комиссии уон по латинской америки и карибам он является за исполнительного секретаря вы с нами да да я с вами я очень рад что я с вами смогу встретиться и господин эндрю салибан из айсок генеральный директор да мы здесь я рада что мы с вами видимся спасибо за то что вы принимаете участие в этой встрече и господин джош калмер все нормально да да я очень рада я тоже очень рада вы являетесь директором по общественной политике по всему миру а также по зум господин рили лапа лайнен здравствуйте здравствуйте директор по устойчивому развитию в финго я тоже рада и госпожа клэр меламет this global partnership for sustainable development data здравствуйте я очень рада что я участвую участвую в этой встрече до того как начать я хотела бы приготовить основу для нашей дальнейшей дискуссии мы попросим высказывающихся чтобы они очень конкретно отвечали на вопросы да примеры как интернет или технологии которые связаны с интернетом используются для поддержки общественного общественной сплоченности веру коронавируса мы также попросим вас ответить на вопрос как интернет позволяет нам дальше развиваться это то что мы наблюдаем в нашей действительности и начну с госпожи флюмзиле мангом гука спасибо здравствуйте я хочу попросить всех панелистов всех слушателей я хочу привести один пример которым я хочу с вами поделиться который имеет огромное значение для нас именно во время к вид 19 он связан с пандемией насилия против женщин это очень важный пример для большого количества женщин во всем мире нам нужно помнить о растущей количестве случаев насилия против женщин и в тени пандемии это явление которое болезненно ощущается женщинами во всем мире до 40 процентов в некоторых уголках мира выросла частота атак против женщин мы имеем дело с широким списком разных решений например с функциональностью gps где женщины могут отправить сообщение с помощью смс именно прося о помощи или передавая информацию о человеке который наносит вред с применением всех принципов безопасности очень важно чтобы в этих странах была горячая линия это вызов также и призыв со стороны генсекретаря но конечно не все эти страны это является очевидным могли применить оптимальные решения хочу обратить внимание на ответ который мы получили при сотрудничестве с фифа то есть это в рамках компании которая организуется компания для здоровья такие как стран как тайлландия филиппины вьетнам южная корея именно там женщины пользуются этой услугой в большой степени и они могли зафиксировать именно случаи насилия против женщин с помощью этой технологии мы также обеспечили портал где можно получить информацию касающуюся того какие услуги доступны в вашей стране этот портал ведется фейсбуком для нас это означает что с любого уголка в мире у нас может быть доступ к этой информации я передам эту дополнительную информацию где услуги в данной стране можно получить я хочу поставить вопрос большинство женщин в мире по-прежнему не имеет смартфонов она не соединена сетью нам нужны решения которые будут доступны для таких женщин у которых нет смартфона и подключения к интернету именно для таких женщин которые не присутствуют в сети я хочу побольше об этом узнать есть ли у вас какие-нибудь рекомендации что нам можно применить спасибо большое госпожа Фунзиле Млямбо Нгукас я сейчас передаю слово господину Йонг Ли из Юнидо одна минута только одну минуту да один пример пожалуйста мы не будем внедряться в подробности нашей дискуссии а именно в рамках введения Юнидо думаю это специализированное агентство которое занимается промышленным развитием для поддержки девятой цели пандемии была причиной многих вызовов сейчас мы применяем инновационные действия для того чтобы можно было применить цифровую цифровую технологию для промышленного производства а также для управления отходами кроме того нужно задуматься как можно разные инновационные методы применить для того чтобы идентифицировать цепочку инфекции это широко применяемое решение второй пример мы применяем цифровые технологии для того чтобы обеспечить поддержку производству в особенности в сельскохозяйственной промышленности например там используется система дронов или интернет вещей при управлении геотермальным проектом в информационной области мы также создали разные информационные методы для образовательных целей потому что виртуальное обучение в виртуальном пространстве является могучей силой можно связаться в любом месте в мире это замечательная образовательная платформа которая была создана для этих целей а также для целей социального включения как сказала коллега из UN Women самые уязвимые группы это молодые люди и женщины почему потому что они зачастую работают в текстильной промышленности и они страдают больше всего от отсутствия доступа к цифровым технологиям мы создали специальную программу для женщин предпринимателей для того чтобы они смогли поднять свой уровень компетенции чтобы использовать шансы связанные с рынком труда тут мы имеем в виду не только женщин но и молодых людей мы будем использовать этот инновационный подход и я верю что это для нас огромный вызов для нас как всего всемирного сообщества спасибо большое а сейчас я попрошу привести пример госпожу Габриэлу Рамос пожалуйста следите за временем у вас одна минута пожалуйста модератор не выключать свой микрофон я вас приветствую на этой панели ЮНЕСКО это институт который связан с образованием с наукой с коммуникациями а также с интернет ресурсами мы обеспокоены дезинформации которая заливает сеть мы обеспокоены фальшивыми данными которые распространяются в этой сети поэтому мы ввели компанию наряду с Евросоюзом для того чтобы справиться с этими вызовами особенно чтобы справиться с инструментами оборудованием которые занимаются распространением ложной информации также и хэштегов мы хотим бороться против информации у которой нет доказательственной основы и мы хотим также бороться против распространения информации мы хотим использовать интернет для хороших целей мы хотим распространять идею которая будет базировать на достоверной информации о распространении COVID-19 я также на очередном этапе хочу поговорить о создании рекомендаций о которых я буду говорить по пути это очень хорошая основа для нашей дискуссии спасибо большое Габриэла за это и переходим к господину Марио Симоли господин Марио Симоли здравствуйте здравствуйте я приветствую вас всех я хочу сказать что пандемия коснулась неформального сектора есть толпы людей которые остались без никакой поддержки даже все компании которые существуют и не существует это трудная тема и цифровые платформы которые доступны с помощью смартфонов мобильников позволяют иметь контакт но это важно в телеинформационном секторе это люди которые намного более беглые в телеинформационных вопросах они могут и знают как ходатайствовать о субвенциях дотациях важно чтобы доступ к платформам был возможен для неформальных секторов пока он это доступ на уровне 50% потом очередная проблема это то что доступ к платформам не должен быть иерархическим потому что это исключает большинство компаний сейчас компании должны справляться с разными урегулированиями и продавать свои товары с помощью интернета онлайн об этом нужно помнить и сделать так чтобы то что цифровое было положительным внимание цифровой мир зачастую генерирует проблемы дистанционная работа дистанционное образование влияет больше всего на тех у кого нет доступа 6 миллионов детей вообще не имеют доступа ни к какому образованию на протяжении последних месяцев и это требует структурных изменения это всего лишь несколько вопросов спасибо я думаю мы потеряли модератора где-то существуют проблемы с соединением кажется нет нет мы здесь мы продолжаем нашу сессию через господин салливан пожалуйста представьте свои примеры конечно да вот именно сейчас у нас такой пример потому что это то на что позволяет интернет несмотря на пандемию я могу привести другой пример например на этой неделе мне не повезло была обидная ситуация мой коллега умер внезапно его семья живет в разных уголках мира и у нас ограничение в путешествовании это означало что они не смогли встретиться вместе на похоронах а похороны были в Оттаве в Канаде поэтому они встретились с помощью интернета виртуально это конечно не то же самое что и присутствовать на похоронах это дало нам возможность выйти на связь друг с другом а также восстановить какую-то нормальность именно в мире который нам доставляет настолько много проблем важно чтобы мы помнили что это именно то что мы можем получить от интернета это такая польза у которой у нас не было никогда раньше если бы такое произошло 20-30 лет назад это бы нас уничтожило мы бы не смогли быть на связи мы бы не могли передавать информацию а также делиться воспоминаниями о моем коллеге это было очень эффективно об этом нам нужно помнить интернет дает нам такие шансы которых у нас не было раньше спасибо это очень хороший пример я хочу задать такой же пример господина Анура Багош вы с нами на встрече Анура Багош не вижу я вас не вижу не знаю где вы я здесь я вас вижу я вижу также и других а каков у вас пример в этом контексте я могу привести пример один пример на национальном уровне то есть введение программного приложения которое было скачано 100 миллионами человек на протяжении нескольких людей это приложение для отслеживания контактов и конечно были опасения связанные с разного рода информации которая также скачивается от участников пользователей этой платформы но это дало нам информацию о масштабе который мы можем генерировать а что касается гражданского общества с этой перспективы у нас разные платформы по аутсорсингу я думаю что они помогут разным людям собирать фонды средства особенно для уязвимых групп и сценарии таковы что нужно действительно улучшить функционирование таких платформ во время пандемии эти платформы стали доступными бесплатно то есть без администрационных взносов это означает что нужно модернизировать доступ к интернету к такого типа демократическим услугам и мы хотим гарантировать что будет достаточно много каналов которые позволят нам достичь таких масштабов пенсии расход связанный с доступом к интернету ниже всех в мире по это отнюдь не означает что у всех есть такой доступ к интернету это доказывает что это инструмент который должен использоваться как можно шире особенно тогда когда у нас проблема физического доступа спасибо и сейчас передаю слово господину рилла пожалуйста конкретный пример с нами навстречу да у меня был отключенный микрофон спасибо за ваши вопросы постараюсь говорить конкретно я могу привести пример это пример студентов и финландии как можно объединить технологию и образование эти студенты создали фолтфаз Африка суть в том что это разрешило открыть технологии в жизни это помогло подготовить субъектность особенно молодых девушек чтобы интернет помог им открыть новый профессиональный путь в жизни этот проект был счастливым при поддержке финского посольства молодые люди в разном розыске в школах также те которые действуют в различных молодежных клубах у этих детей этим детям предоставили различные игры программы по кодированию десятки молодых людей участвовали в этом проекте это замечательный проект замечательное упражнение мы можем это показать на другом канале большое спасибо господин Макмолай а теперь перейдем госпожа Клэр вы с нами да на наши полномочия позволяют нашим правительствам проникнуть к организованным группам и обеспечить общие действия мы были приглашены комиссии ООН по делам Африки чтобы мы работали с ними на партнерство на создание партнерства для того чтобы правительство особенно могли получить доступ к данным к инструментам которые позволят им обеспечить соответствующие реакции в время пандемии я хочу еще сказать несколько часов про сервис в этой стране огромные проблемы и социальные и экономические там не хватает многих данных если правительство не видит чего-то в данных то правительство не в состоянии помочь человеку человеку который не учитывается в данных поэтому мы начали использоваться данными разных предприятий мы стали пользоваться ресурсами интернета потенциалом интернета различными решениями данными из мобильных телефонов из операторов мы объединили эти данные и смогли создать образы всего общества и теперь мы можем подставлять самые актуальные данные на тему населения и фактически это помогло правительству понять где находятся проблемы в чем нужно людей больше всего поддержать и сейчас когда у нас уже есть соответствующая информация на тему прививок на тему всей ситуации это помогает нам реагировать и помогать организованным обществом большое спасибо спасибо за ваше заявление за приведенные вами примеры использования технологии это позволяет нам развиваться и теперь придем к сути нашей дискуссии я задам вопрос относительно конкретных действий каждого из наших участников каждого из наших гостей попрошу дать ответ на вопрос пожалуйста придерживайтесь временном рамках у вас 4 минуты и теперь я обращаюсь к нашему гостю из Италии я не вижу госпожи я обращаюсь к госпожи из UN Ваш отчет на тему гендерного равенства обращаю внимание на то что женщины сталкиваются с различными барьерами тоже относительно доступ к интернету в вашем отчете обращайте внимание на необходимость смотреть не только на сам доступ но также на гарантирование того чтобы у девушек и у женщин была возможность значительно использовать пользоваться интернетом что это значит значительной степени пользоваться интернетом и почему это так важно в контексте интернета как рычагам развития общества большое спасибо спасибо за ваш вопрос я хочу вас поздравить всех моих коллег из World Foundation за их отсчет это очень продуманный отсчет женщины нуждаются в доступ к интернету для того чтобы противодействовать различным проблемам и чтобы развиваться мы мы обсуждаем цифровую пропасть 7 миллиардов женщин на юге земли не имеет подключения к интернету у меньшего количества женщин есть мобильные телефоны смартфоны доступ к мобильной связи поэтому столь важно обеспечить женщинам возможность пользоваться такими устройствами как человечество мы должны обеспечить доступ к интернету женщинам нам нужно увеличить количество женщин которые пользуются интернетом минингфул осмысленный доступ это доступ который дает нам интернет образование удаленное образование я думаю что необходимость этого всем объяснять мы все понимаем какая это проблема есть ведь дети которые вообще не продолжают обучаться во время локдауна а в то время когда другим детям обеспечили образование на хорошем уровне которые не находятся сейчас в школах они падаются над ругательством насилию их принуждают к бракосочетанию так что отсутствие подключения к интернету дома эти дети выполняют различную работу но у них нет возможности нормально жить это огромный вызов и что касается женщин если у женщин будет доступ к интернету они будут искать информацию на тему здоровья эта информация может им помочь тоже что касается другого вида действий это очень важный момент это один из способов предотвращения бедности среди женщин обеспечение доступа к интернету это обеспечение доступа к финансам заодно кения это особый пример особый случай доступ к финансовым услугам путем интернета дает женщинам возможность быть официарем этих решений женщины выходят из бедности они могут контролировать свои финансы они могут редуцировать необходимость путешествия передвижения у них есть свои деньги и они могут их инвестировать в собственные идеи в собственные бизнес-планы если они будут отключены от интернета они будут исключены из 21 века и это очень отрицательно отразится на их жизни и на жизни все над потому что такого вида услуги услуга на подключение к интернету играет сегодня важную роль если мы хотим добиваться нам нужен равный доступ цифровым технологиям и поэтому я считаю это правом человека а не люкс товаром я благодарю господи живым зеленом вам что касается мер которые необходимо предпринять особенно в странах где технологические прогрессы еще но тогда конца не состоялся вы говорили также о том какие возможности открываются перед женщинами когда у них появляется доступ к интернету вы говорили о предотвращении дискриминации женщин миллиона женщин поддаются дискриминации в связи с экономическими социальными факторами так что лучшее будущее женщин для женщин было бы возможным лучшее будущее благодаря посвящению к интернету а теперь вопрос к нашему следующему гостю одной из целей вашей организации является инклюзивные действия и промышленное развитие какова стоимость цифровых инноваций какова ценность этих инноваций что касается стабильного развития различных секторов экономики особенно что касается увеличение партнерства между государственными частными секторами большое спасибо спасибо я начну я начну с трех цифр первая цифра это доступ к интернету а доступ к цифровым технологиям в общем что касается европы 85 и 60 процентов европейцев имеют доступ к интернету а в Африке это между 10 и 20 процентов что касается доступ к образованию и промышленного потенциала и промышленного потенциала то здесь огромные задачи огромные задачи для глобального сообщества и нам необходимо сделать все что возможно чтобы побороть этот интернет разрыв цифровой разрыв это особенно касается развивающихся стран это огромные задачи я уверена что и не дождь идет в этом направлении мы оказываем поддержку тем странам тем правительствам которые работают на создание стратегий, содействующие цифровому развитию, цифровому прогрессу. Мы разрабатываем программы, которые сосредотачиваются на таком развитии. Сейчас многие африканские страны соединились к нашей программе, также страны из Азии и из других регионов мира. Это существенный процесс, который требует нашей поддержки, чтобы правительство развивали свои стратегии по построению цифровой инфраструктуры. Необходимы также инвестиции в цифровую инфраструктуру. Мы нацелены также на развитие новых технологий, на внедрение новых технологий в промышленность. Я имею ввиду все цифровые технологии, которые связаны с новой промышленной революцией. Я имею ввиду поощрение развития продукции более безопасным путем, благодаря использованию интернету физических вещей. Мы хотим создавать более безопасные города, безопасное местожительство. Это очень важная программа. Также в области агрикультуры предпринимаем различные действия. COVID-19 стал для нас замечательным шансом, чтобы развиваться быстрее и лучше и думать о том, как предотвращать инфицированность. Цифровые технологии, в том числе и имеют здесь широкое употребление применения. Также, что касается частного сектора, виртуальной реальности, это решения, которые помогают элиминировать различные угрозы, связанные с промышленной действенностью, с промышленным производством. Что касается новых предпросылок, связанных с цифровыми технологиями, здесь нужно придерживаться меры безопасности, поддерживать развитие технологий, нацеленных на инклюзивные действия, нацеленных на общественное благо. Я уже говорил раньше о том, что цифровое образование и все, что связано с использованием цифровых технологий в образовании, то в этой области мы нацелены на создание платформы, которые помогут среди прочего женщинам и девушкам использовать интернет-платформы. Мы знаем, что очень часто места работы, занимаемые женщинами, чаще всего исчезают и хотим этим противодействовать. Что касается нашей глобальной повестки, мы предпринимаем здесь инновационные меры, мы засредотачиваемся на изменении климата. Когда мы наблюдаем за развитием промышленности, мы видим, что 30% загрязнений происходит именно из промышленных секторов. Большинство энергетики используются для промышленной продукции и поэтому нам необходимо сокращать выбросы загрязнений именно из области производства. Поэтому мы продвигаем идею объектов, которые основываются на экологических технологиях, которые поддерживают декарбонизацию, которые соответствуют целям нашей глобальной повестки. Требуется активное участие партнеров, активное партнерство между правительствами и гражданским обществом, предприятиями. И это партнерство необходимо для того, чтобы добиться изменений, чтобы построить нечто эффективное, что касается климата и что касается технологий. Итак, активное вовлечение большего количества людей может содействовать также созданию новых мест работы, действию гражданского общества. Это все ваши цели и они все находятся в соответствии с вашими общими целями, направленными на поддержку самых слабых, самых организованных групп. Спасибо за новую тему, которую вы затронули. А теперь я обращаюсь с моим вопросом к госпоже Габриэле Рамос. Какие угрозы вы видите, которые связаны с внезапными ситуациями с бедствиями типа COVID-19? И что мы можем сделать, чтобы ограничить эти рынки, чтобы защищать права человека в этом контексте? Какие инструменты могут быть полезными? Какие стратегии можно применить для того, чтобы бороться с неравенством в развитии? И как в этом могут нам помочь новые технологии? Большое спасибо. Но я хочу начать с чего-то другого. Контроль рисков, связанных с цифровой трансформацией, связанных с искусственным интеллектом, который заложен в основе сегодняшнего прогресса, это большие вызовы не только в контексте катастроф, но еще до пандемии мы действовали в таком контексте. Мы знали, что равенство правосудия должно существовать также в виртуальной реальности. Было множество инструментов, механизмов реагирования, ответственности, инструменты принятия решения, особенно на уровне правительства. Было множество инструментов, которые были оффлайн, и теперь их нужно восстановить онлайн. У нас нет еще единого понимания, как это сделать. Здесь большие игроки, такие как Соединенные Штаты, эти игроки сосредотачиваются на инновационных решениях, а в Европе мы более сосредоточены на безопасности. Так что нам нужен единый международный подход. Конечно, это правда, что сейчас в контексте пандемии, в контексте огромных волны перемещения в интернет, все эти технологии ослеживания контактов, сейчас очень много происходит онлайн. Мы собираем огромное количество данных, дистанционная работа, а мы знаем, что есть страны, где до пандемии дистанционная работа была 7%, а сейчас более 50% рынка труда происходит в режиме онлайн. Так что мы используем все больше технологий, чтобы выживать, но заодно, если у нас отсутствуют протоколы, которые до этого определяют, когда информация служит в борьбе с пандемией, когда какая-то информация может быть применена какой-то другой целью. Если нет такого протокола, то требуется создание его, создание правил. Мы, как ЮНЕСКО, мы достаточно довольны, потому что наши государства-члены немного предугадали, что такая проблема появится в 2012 году. Нас попросили создать первый глобальный стандарт насчет этики искусственного интеллекта, и мы пользуемся результатами этих работ, правила насчет интернета, использования технологий. Я в этом процессе, процессе создания этих правил участвовала много заинтересованных сторон, также страны юга в этом участвовали, и мы записали положение, что в контексте технологий интернета необходимо учитывать права человека, уважать человека, права человека и уважать права на достоинство. И мы не остановились на этом. Более 40 экспертов создали такие инструменты, и эти же эксперты, с учетом того, что многое в это время менялось, эти эксперты попросили ЮНЕСКО не только определить, о чем мы говорим, но тоже, чтобы ЮНЕСКО определило, какими инструментами мы можем пользоваться и на каких условиях, например, на условиях транспарентности, пропорциональности. Управление данными, что касается управления данными, мы здесь еще где-то посадили, откуда мы знаем, откуда мы знаем, что собственником данных является субъект, который не будет ими злоупотребляться. Поэтому необходимо задуматься над самыми конкретными политиками и учесть при этом различные инклюзивные действия. Мы в ЮНЕСКО задумывались над тем, какие инструменты мы можем создать, и я рада, что могу поделиться с вами информацией, что мы создадим документ оценки этического воздействия цифровых технологий. Этот документ будет оставаться не только цифровым разрывом в контексте пола, но тоже будем учитывать весь жизненный цикл искусственного интеллекта и исследования, и создания, и машинного обучения. Нам требуются инструменты, которые помогут нам включить и подключить этическое мышление, чтобы все, что мы делаем, чтобы наши технологии способствовали нам во благо всего общества. Спасибо большое. Это те вопросы, которые могут перевестись на разрешение экономических проблем, общественных неравенств, особенно в области совсем нового поприща функционирования человека, но также и в области зеленых технологий, экологических технологий, которые также могут переводиться на лучшее функционирование в контексте климата. Спасибо большое за то, что вы упомянули этот новый документ ЮНЕСКО, который на уровне отдельных стран будет иметь огромное значение, особенно там, где роль технологий еще меньше. Спасибо большое. И мой следующий вопрос направляю к господину Марио Симоли. Латинская Америка и Караибе. Это регион, где существуют огромные проблемы с бедностью. Как здесь могут помочь технологии, как цифровые технологии могут продвигать процессы по социальной инклюзивности? И социальное развитие на территории Караибов и Латинской Америки. Спасибо большое за этот вопрос. Процессы являются фундаментально важными. Нам нельзя забывать никогда о технологии. Но это не так, что технология всегда дает положительные эффекты. Давайте не забывать, что технологии могут способствовать росту неравенства и маргинализации. Технология сама по себе не плохая, не хорошая. Это все в зависимости от того, как мы ее используем. Поэтому нужно переосмыслить процесс общественной инклюзивности в контексте технологии. Латинская Америка нуждается в более широком, большом цифровом рынке. Потому что каждая из стран слишком маленькая для такого. Ни одна страна в отдельности не достигнет такого рынка. Но создание рынка для всей Латинской Америки, который будет опираться на тот же язык, тот же менталитет, Думаю, даст эффекты. И тогда мы успешно сможем провести разные процессы по цифровке в разных областях деятельности. Я отношусь также к общему законодательству, к стандартам, к доступу, а также к отношениям с финансовым сектором. Это очень помогло Латинской Америке также и в контексте общественной инклюзивности. Нам нужна модель, где малые и средние предприятия, а также любые другие сектора экономической деятельности будут иметь равный доступ к рынку. Также и к цифровому рынку. Для того, чтобы и самая маленькая и самая большая экономика региона могла на равных пользоваться такими решениями. Тут нельзя говорить об общественной инклюзивности, если не будет равного доступа к производственной системе для всех. И малым и средним предприятиям следует в этом плане помогать. Нам нужна общественная политика для того, чтобы все это достичь, а также активная роль правительства. И промышленная и технологическая политики, которые нацелены на то, чтобы решать проблемы, связанные с общественной инклюзивностью в Латинской Америке. То есть лучшая производительность, лучшая общественная инклюзивность требует включения в этот процесс всех игроков. Большое спасибо за обсуждение всех этих механизмов общественной инклюзивности. Мы говорим также о планах, о эффективном вмешательстве, которое боролось бы за устранение неравенства в этих частях мира. А сейчас вопрос Эндрю Соливану. Господин Соливан, каковы свойства интернета? Эти самые базовые, которые приводят к тому, что он является основой общественного развития. Спасибо большое. Я думаю, это суть нашего вопроса, потому что интернет, конечно же, стал очень важным. Он является и был очень важным с точки зрения развития человечества и раньше, и в последнее время. Он также является очень важным для нас во время текущей пандемии. Мне кажется, что это вытекает из его базовых свойств, базовых вещей, которые нам обеспечивают интернет. Это технология, которая состоит из разных сетей, которые обслуживаются в соответствии с индивидуальными приоритетами. Но интернет использует основную базу. Это общая база, благодаря которой все эти сети сотрудничают друг с другом. И это сотрудничество имеет свои преимущества, которых не дает нам ни одна другая сетевая технология. В нашей организации мы говорим о способе оцифровки. Это как кубики, которые можно по-разному укладывать. Существует такое развитие, которое позволяет нам соединяться. И это та основа, которая обеспечивается благодаря преимуществам интернета. Интернет позволяет, чтобы новые идеи могли осуществляться без центрального планирования. Это может быть также и недостатком. Появляются такие вещи, которые могут быть отрицательными. Но в этом есть свобода, свобода создания новых возможностей, новых шансов, новых общественных возможностей, также и экономических для людей. И это позволило нам создать технологию, которая сделала возможным внедрение тех решений, о которых я говорил раньше. То есть я говорил о похоронах, которые мы видели по интернету. И в связи с вызовами, которые сейчас появились перед нами, начали появляться тенденции, чтобы все это урегулировать. Но они не всегда учитывают этот особый характер интернета. Это означает, что мы совсем случайно можем потерять те основные свойства, которые нам дает интернет. Мы могли бы это сделать с хорошими намерениями, стараясь решить какие-то проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Может быть, мы используем неправильные инструменты для этого, когда мы стараемся что-то развивать в физическом смысле. Например, построить дорогу или трубопровод или аэропорт. Мы обычно выполняем оценку влияния на окружающую среду, чтобы проверить, это хорошая идея или нет. И мы как ассоциация создали такой инструмент, который все-таки относится к интернету. Мы создали инструмент для оценки влияния интернета на окружающую среду. Этот инструмент дает нам такой результат оценки влияния интернета. И мы проверяем, является ли данное решение, например, по устранению общественных проблем, отрицательным или положительным. И этот инструмент может быть использован для того, чтобы общественное развитие могло продолжаться по интернету. Это, наверное, одна из самых лучших технологий для человечества, которая когда-нибудь существовала. Интернет для того, чтобы нам служить, нет, для того, чтобы быть технологической игрушкой. Он обвенчался успехом именно потому, что он дал нам все это. И решения, которые мы принимаем по развитию интернета, не должны нарушить этот фундамент, все это, что дало нам все эти преимущества. Поэтому нужно анализировать воздействие на окружающую среду до того, как вести любое политическое изменение, касающееся интернета. Потому что в противном случае мы потеряем эту добавочную стоимость, добавленную стоимость. У нас обычно вот такая ситуация, что есть какая-то проблема, и у кого-то есть идея, как это решить. Так исторически мы всегда к этому подходили. Главное идти вперед, потому что интернет дает возможность и тем, у кого есть проблема. И это лучший способ решать эти проблемы. Спасибо большое, господин Салливан. Мы должны иметь широкий доступ к такого типа технологиям. И, конечно, мы знаем, что технологии должны продвигаться, развиваться соответствующим образом. Если сейчас перехожу к следующему гостю, к следующему также и вопросу, к господину Арунаба Гош. Как развитые и развивающиеся страны могут использовать цифровые технологии для того, чтобы у всех был доступ хотя бы к электричеству, к чистой воде именно во время стихийных бедствий и катастроф? Спасибо большое. Я вначале хотел бы констатировать, что я веду комиссию по электричеству и чистой воде в Индии, но мы работаем также в других странах. Отвечая на ваш вопрос, я хочу подчеркнуть четыре конкретные идеи, которые стали более значимыми в ходе пандемии или в процессе восстановления, которого мы ожидаем. Первое – это доступ к электроснабжению, к электричеству. Прежде всего, для самых уязвимых групп. Как интернет может нам в этом помочь, в особенности в контексте пандемии? И тут один момент, который происходит все чаще. Это то, что в случае сообществ, которые живут в удаленных уголках, существует большое использование так называемых платежей peer-to-peer. Это сделки на небольших рынках, которые являются способом, который позволяет развивать мини-сети по снабжению электричеством, они увеличивают доступ к электричеству. Потом эти мини-сети могут подключаться к магистральным сетям. И в Дели, где я сейчас нахожусь, у нас первая компания по дистрибуции, которая использует эту технологию и именно продвигает такой обмен peer-to-peer также и солнечной энергии. То есть они используют чистую энергию и цифровые технологии, доходя до уязвимых сообществ для того, чтобы эта инфраструктура доходила и туда. Мне кажется, что 6 мегаватт солнечной энергии таким образом получается. И мы говорим о широких сообществах, обширных сообществах в Индии. Весь штат, который позволяет уже контролировать этот обмен peer-to-peer, то есть эти рынки более урегулированы уже, но также и более эффективны энергетически. Это очередной пример. А как реагировать на ЧП? Конечно, пандемия является одной из таких ситуаций. Один из панелистов уже упомянул, что изменение климата также является одним из ЧП, свидетелями которого мы являемся во время стихийных бедствий или неблагоприятных метеорологических условий. Как мы можем использовать цифровые технологии для того, чтобы поддержать эти уязвимые сообщества? Наша организация предложила интегрированную систему надзора, которая опирается на активную базу данных, которая касается стихийных бедствий и погодных условий. Мы также используем соответствующий погодный атлас. Такого раньше не было. А нам удалось создать такого рода решение. Мы в состоянии точно определить, где и какие погодные события произойдут. И это ведет меня к третьему элементу, к третьей составной, а именно к системе, отслеживанной в реальном времени для служб спасения. То есть инвестиции в готовность дают нам возврат из инвестиций. Скажем, два доллара, которые были заинвестированы, мы получаем из этих двух долларов один доллар. Мы говорим даже о миллионах долларов. Сейчас также нужно задаться вопросом, как можно защищать сотрудников сельского хозяйства от наводнений или засухи. Есть системы по наводнению. Тут огромный потенциал по инвестициям. Если мы сможем использовать инфраструктуру, эти сети для отслеживания состояния наводнения грунтов, это могло бы нам помочь обеспечить соответствующий уровень наводнения. Именно сельскохозяйственный сектор в Индии оказался самым стойким. И четвертая идея, которую я хочу упомянуть, это малое, среднее и микро предприятия. Мы уже выслушали несколько примеров, касающихся того, почему именно этот сектор является настолько существенным. Коллега из Латинской Америки тоже упоминал это. Но мы предлагаем информационную систему, очень всестороннюю, которая позволяет идентифицировать варианты возможностей поддержки. Это интернет-платформа, которая собирает данные, касающиеся свыше 60 миллионов микро, малых и средних предприятий в нашей стране, для того, чтобы собирать информацию о том, как они пользуются энергией, какие налоги они платят, но также и информацию на тему их сотрудников, для того, чтобы в случае ЧП прямая поддержка именно попала к этим компаниям или их сотрудникам. Так что мы говорим о доступе к энергии, мы говорим о системах платежей и говорим о создании системы надзора за стихийными бедствиями, катастрофами, ирригационными системами или говорим о поддержке малых и средних предприятий. Так что роль оцифровки, роль интернета является огромной. Также и в плане информации, передачи информации. Спасибо большое. Это очень интересный эксперимент, очень конструктивный, очень эффективный. Поэтому хорошо, что удается внедрять эти способы функционирования в стране с столь большим населением. Надеюсь, что обычной жизни граждан улучшится благодаря этим решениям. Мой очередной вопрос направлен к господину Джошу Калмеру. Мы возвращаемся к дискуссии о цифровом включении. Как технологические компании могут друг с другом сотрудничать, сотрудничать с другими заинтересованными сторонами для того, чтобы это включение стало действительностью в обозримом будущем? Спасибо большое. Я очень рад, что я здесь с вами. Я сосредоточусь на примере образования, потому что это область, где наша компания и похожие компании имеют огромные шансы, особенно при сотрудничестве с государством, с правительством, с НПО. Такие технологические компании видят это взаимодействие с правительством и, обычно говоря, думают о таком сотрудничестве, как о рисках, и призывают, обычно, шансы, которые связаны с этим сотрудничеством. Такое капиталовложение в доверие позволяет получать свои выгоды и правительствам, и компаниям. Я не был бы хорошим представителем моей компании Zoom, если бы я не поговорил о нашем продукте. Но я думаю, что именно так мы можем действовать сообща для общего блага наряду с правительством. Когда началась пандемия, мы пришли к выводу, что образование очень быстро перейдет на дистанционную форму. Во многих местах в мире эти цифровые технологии могут быть недоступными из-за финансовых соображений и из других соображений. Мы даем свободный доступ к нашей услуге во всем мире. Мы хотим еще увеличить этот доступ, но продавать что-то правительству или отдавать задаром – это не в этом дело. И мы говорим о партнерстве. Это самое главное, когда говорим о Zoom или о любой другой технологии. Самое главное – это то, чтобы хорошо понять приоритеты, ценности и правительства, и общества, принципы, которыми это руководится. Для того, чтобы действовать сообща, чтобы принять те же самые приоритеты, те же самые ценности, как свои. И говорю уже с практической точки зрения, именно об образовании. Дело не в том, чтобы продать Zoom или отдать его задаром, хотя отчасти тоже, но дело в том, чтобы понять, в чем нуждаются преподаватели в этой стране, в нашей стране, для того, чтобы успешно использовать наши технологии, как их снабдить, как им помочь, для того, чтобы эти виртуальные классы были безопасными. Как спроектировать наш продукт таким образом, чтобы опередить возможные нужды преподавателей? Габриэла раньше говорила о контроле за данными. Как это сделать, чтобы защищать приватность детей, но также и защитить платформу от неавторизованных пользователей? Так что это имеет много общего с приоритетами экономики, где данная платформа существует. Такие платформы, как наши, должны эти ценности принять. Мы должны такими ценностями руководиться также при нашем взаимодействии с правительством. Мы только в начале этого пути, мы стараемся только построить это партнерство с правительством. Поэтому я настолько рад, что я здесь сегодня. Мы принимаем этот вызов, мы к нему подходим очень серьезно, и мы очень хотим развивать такие партнерства. То есть технологические компании, правительство, НПО и другие организации, мы все должны идти в таком же направлении. Спасибо. Так что требуются огромные усилия, мы это понимаем, но мы уже сделали многое. Нам необходимо друг другу доверять, и нам необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить устойчивое развитие всем. И мой следующий вопрос. И я обращаюсь к господину Лаполайдену. Я так понимаю, что мы стараемся построить более справедливый мир для всех, но какие основные задачи препятствуют достижение этой цели, и что можно сделать, чтобы цифровые технологии помогли нам справиться с этими проблемами, а чтобы они их не укрепляли. Большое спасибо за этот вопрос. Смартфоны. Смартфоны повлияли на изменения во всех областях нашей жизни. Огромные возможности, связанные с быстрой коммуникацией, с быстрым обменом информации, создали много разных возможностей, и многие предприятия пытаются все еще приспособиться к новым обстоятельствам. У нас такая революция в то время, когда изобрели печать. И власти должны брать во внимание эту новую силу. Наблюдается тоже обратное направление. Кумулируется власти в определенных центрах. Появились акторы, у которых нет формальной власти, но они являются огромным вызовом даже для отдельных стран. И так происходит в контексте быстрого технологического вращения. Страны являются очень сложными средами функционирования. Есть некоторая иерархия, порядок власти. Но сейчас все больше субъектов могут осуществлять власти. Так что система становится все более сложной. Это создает новые возможности, особенно для глобальных действий. Люди в состоянии обеспечивать различные свои потребности. Есть такие сигналы, что повестки мерных переговоров меняются. Благодаря личным инклюзивным действиям мы можем добиться большей устойчивости, большей стабильности. С точки зрения фирм, предприятий необходимо понимать, как можно влиять на новую действительность. Есть определенные инструменты, которые позволяют реагировать во время кризиса. В исследованиях по глобальному доверию оказывается, что более 70% людей беспокоят фейк-ньюсы, фейк-ньюсы, которые воздействуют на наше общество. Все это связано с платформами, которые работают на наших смартфонах. Эти платформы не только отслеживают, что мы делаем, но их логика управляет также нашими действиями. Поэтому необходимо говорить о таких платформных обществах, об обществах платформ. Один из экспертов был такой раздел на новую и старую власть. Старая власть, она регулирована. Ее можно сравнить с деньгами, а новая власть, она действует совершенно по-другому. Ее можно сравнить с текущей рекой, с плывущей рекой. И уровень будет подниматься, когда в эту реку зайдет больше людей. Река сильнее всего, когда просто плывет. И эта новая власть активизирует различных людей вокруг определенных тем и из этого исчерпывает энергию. Так что это новое исполнение власти. Это как совласть, сопродукция, совместная власть, совместная продукция. Такие традиционные формы власти подвергаются пренебрежению. И новая власть позволяет людям быть более субъектами, чем когда-либо. Я хочу еще сказать, что многое поменялось во время пандемии. И нам нужно научиться по-новому организовать нашу жизнь в наших странах. Большое спасибо, господин Лапалайна. А следующий вопрос направлен к госпоже Клэр Меламет. Спасибо. Спасибо. Решу сказать, что на данный момент потенциал данных, чтобы причиниться к устойчивому развитию, еще не полностью используется. Что может сделать частный сектор для того, чтобы данные были использованы для благо общества? Большое спасибо за ваш вопрос. Прежде всего, я хочу сказать, что я абсолютно согласна с этим утверждением. Можно сказать, что мы не пользуемся полностью данными, которые мы имеем. Мы не анализируем их в той степени, в которой можно с точки зрения общественного блага. Это и проблема, но и шанс. Это значит, что можно еще многое сделать для того, чтобы исправить эту ситуацию. мы сотрудничаем с правительствами во всем мире. Мы пытаемся, чтобы и публичный, и частный сектор смог побороть те проблемы, которые возникли во время пандемии. мы поддерживаем устойчивое развитие. Нам удалось создать более 70 партнерств. Иногда это небольшие региональные партнерства, иногда большие, огромные, глобальные. Есть вещи, которые необходимо сделать, чтобы полностью использовать данные. и данные, которые можно использовать для развития цифровых технологий. Первая вещь, как в любой области, это политическое лидерство. Это основа. Необходимы релегационные рамы, которые создадут возможность позитивной, положительной интеракции, содействия в области, цифризации. Нужна конкуренция. Нужно добиться доверия. Мы знаем различные проекты, которые основываются на данных, но они никак не работают, потому что люди не согласны, чтобы правительство что-то конкретное сделало с данными, чтобы правительство внедрило какие-то решения, проекты, которые могли бы содействовать развитию общества, но граждане не доверяют правительству, данные не доверяют правительству, не верят, что правительство будет использовать эти данные с соответствующей целью. Так что требуется доверие, доверие общественного мнения. Мы также слишком часто думаем о том, что политика это начало и конец всего. Но неоднократно мы видим, что это не только политика, есть различные сегодня перемены, требуются различные перемены, которые должны произойти в определенных институтах, также в правительствах. мы считаем, что данные это то, что абсолютно нужно защищать, что никак нельзя ими обмениваться. Данные это не то, что мы должны хранить где-то заперти. нет. Чем больше мы обмениваемся данными, если мы больше обмениваемся источниками данными, тем больше у нас власть. Это фундаментальное культурное изменение. И нужно это поменять. Я бы хотела увидеть такое изменение в контексте рыночных действий, чтобы предприятия, которые, чтобы награждались предприятия, которые создают платформы, содействующие интеракции. Фирмы правы, что пытаются бороться за прибыль, за доходы, но рынок должен действовать так, чтобы потребитель поощрал предприятия действовать более интероперативно, чтобы объединять ресурсы данных, источники данных, так что должна произойти изменение в законодательстве, в культурном подходе, в культуре. И третий пункт это демократизация. Демократизация произведения и использования данных. Требуется более активный обмен данными. Мы все, кажется, помним такие моменты, например, когда мы ходили в школу и мы слышали, что я не знаю математику. Нет, нельзя так к этому подходить, нужно доверять себе, доверять друг другу. Данными может пользоваться любой человек, и данные могут помочь человеку определить его действительность, принимать решения. Для меня это три основы. первое это соответствующая политическая среда законоположения, второе это культурные изменения, изменения, которые прозвлекают интероперативность и третье вещь демократизации. Мы все должны иметь возможность пользоваться данными. Большое спасибо. это все было очень выгодным решением, выгодным экономическим и для частного, и для публичного сектора. Такой подход отразился бы на лучшем функционировании экономики и общества. Большое спасибо за ваше заявление, за ваша идея насчет интернета и новых технологий для устойчивого развития. И теперь перейдем к последнему вопросу. Я попрошу всех ответить. У каждого участника одна минута для ответа. Паула еще не с нами, поэтому я начну с я начну с нашей следующей гостя. Клэр, Клэр, давайте. Простите, я потеряла связь, я не слышала ваш вопрос. Одна рекомендация. Рекомендация, что сделать, как сделать так, чтобы интернет действовал во благо общества. Одна рекомендация. я уже об этом говорила, я говорила про частный, про государственный сектор, но я еще раз отнесусь к вопросу гражданского общества, потому что как человек, который работает и с правительством, и с фирмами, особенно, что касается данных, я наблюдаю недостаток активного участия гражданского общества. Я бы хотела видеть больше такого активного участия, которое бы способствовало определению роли интернета. Может, не все должны с этим соглашаться, но требуется более сильный голос со стороны гражданского общества. Это бы могло подтолкнуться правительство к определенным действиям. Правительство бы тогда получило определенную поддержку от общества, и я думаю, чтобы это отразилось на положительных результатах для всех. Так что я считаю, что очень важным является голос гражданского общества. Господин Замин Замун Буко, и я еще вас попрошу рассказать вашу рекомендацию. Большое спасибо. Я бы хотела видеть больше регуляции в области законодательства. Я бы хотела видеть решения, которые поощряют действия частного сектора, гражданского общества, локальных сообществ. Я бы хотела видеть больше сотрудничества между частным и публичными секторами. Благодаря чему те люди, кто живут в провинции, далеко от технологий, могли бы получить к ним доступ. Желательно было бы видеть больше инвестиций, больше инвестиций в построение таких сетей молодых людей, чтобы молодые люди, которые заинтересованы участием, эффективным участием в жизни технологического мира, я имею в виду создание такой экосистемы, в которой различные субъекты будут друг друга поддерживать, чтобы стейкхолдеры оказывали друг другу поддержку, а целью было бы увеличение участия в технологиях типа open source. Следующий участник, господин людьми. Что касается цифровых технологий, развития этих технологий, что касается этой новой промышленной революции, то мой опыт показал, что существует здесь такой момент, мне кажется, что правительства должны играть ключевую роль в контексте цифровых технологий, активную роль в сотрудничестве с частным сектором, чтобы создать сеть, так как создавались железные дороги, как создавались автобаны, невозможно иначе пользоваться правильно новыми технологиями, новыми Требуются мастер-классы, образование, без этого технологии не будут применяться в таком масштабе, который требуется. И правительство должно играть здесь существенную роль, обеспечивая также финансовую поддержку. А частный сектор будет существенным игроком, и для меня это основной вопрос, когда мы говорим про цифровые технологии, цифровую инфраструктуру, про внедрение новых технологий, про борьбу с цифровым разрывом. Большое спасибо. А теперь тот же вопрос Габриэль Рамос. И наше участие, наше участие, и наши надежды. Мы надеемся, что те инструменты, которые мы разработали, те, над которыми мы сейчас работаем, те инструменты связаны с этикой. В 2015 году мы создали такие универсальные интернет-рамы, и мы представили генеральному секретарю нашу такую дорожную карту, мы говорили про искусственный интеллект. У нас много таких инструментов мы создали в смысле о том, о чем мы говорили в время нашей дискуссии. В смысле о том, чтобы люди находились в центре. речь не только о том, чтобы обладать технологиями, чтобы защищать человеческие права, но речь идет также о том, чтобы формировать технологии, чтобы формировать новую культуру. мы хотим, чтобы эти инструменты стали важными. Мы будем работать с различными стейкхолдерами, чтобы у них была возможность пользоваться и технологиями, потому что это основной вопрос, но мы хотим также дать им возможность формировать цифровую революцию так, чтобы женщины меньшинства не отсутствовали, чтобы юг не отсутствовал. Очень важно, чтобы все эти группы понимали, какую пользу может в их жизнь внести технологии, чтобы они могли формировать и защищать собственные права. Я надеюсь, что ЮНЕСКО будет идти дальше в этом направлении. Спасибо и вам, и ЮНЕСКО. А теперь я предоставляю голос господину Симоне. Большое спасибо за этот вопрос. Я думаю, что мы сейчас в ситуации кризиса и частный сектор, и правительство должны гарантировать цифровые услуги всему обществу. Также и прежде всего должны гарантировать доступ к интернету слабым организованным группам. Только так мы сможем выйти из кризиса. для 40% населения доступ к услугам является ключевым. А теперь господин Салливан. Вы с нами? Большое спасибо. Интернет общества должно основаться на том, чтобы люди сами могли оценить определенные действия политики. хотим создавать такие кейс стадис, которые бы оценили конкретные политики. И мы будем задуматься над тем, как они применяются. это наше обязательство, я подписываюсь. господин Гош, большое спасибо. Как один из ведущих институтов в Азии, мы сопередотачиваемся на демократизации данных. И мы считаем это нашим обязательством. Мы создали более 100 составов данных, мы обеспечили доступ к этим данным. К сожалению, вас не слышно, господин Гош. Господин Арунаба, вы нас слышите? Я говорила о том, что наше главное обязательство это обеспечение доступа к данным, как возможно, в большой степени, чтобы эти данные были доступны для широкого населения. Мы создали более 100 систем данных, которые касаются производства, доступа к воде и так далее. Это те данные, которые можно использовать с разной целью в момент чрезвычайных ситуаций. мы хотим продолжать наш труд, и я хочу попросить правительства, чтобы данные, которые генерирует гражданское общество, чтобы у этих данных был определенный статус, потому что часто это тщательная информация, конкретная информация, особенно, что касается разных климатических решений, решений, которые могут спастить миллионы жизней. Это такая концепция, в которой мы нуждаемся. Нам нужна демократическая архитектура данных, которая будет способствовать устойчивому развитию общества. Но для этого нужно также участие правительства. Спасибо. И еще господин Джош Калл, пожалуйста. Спасибо, конечно. Я не могу высказывать от имени других фирм, но от имени Zoom я могу высказать нашу приверженность тому, чтобы делать все возможное, чтобы приоритизировать требования общества. Мы будем производить такие инструменты, которые будут выражением таких приоритетов. Мы будем предоставлять безопасные инструменты. Еще что касается образования, мы хотим создать возможно при участии ООН мы проведем такой симпози, который соберет и технологические фирмы, и правительство, и неправительство, организации, чтобы мы работали именно в области образования. с такими способами образования, чтобы продвигать большую инклюзивность, мы хотим предпринимать конкретные меры, и Zoom с большим энтузиазмом подошел бы к такому обмену организации конференции или симпозиума. Большое спасибо. И еще последний участник господин Лаполайни. Две вещи. Первое, я вернусь еще к гражданскому обществу, которого я являюсь представителем. Мне кажется, что здесь еще многое нужно сделать. Мы обязуемся к внедрению правил цифрового развития. Наша домашняя задача состоит в том, чтобы учиться путем практики, путем действий и просьба к правительствам. У гражданского общества должен быть реальный доступ к данным. И не во всех странах так происходит. Спасибо. Спасибо за все ваше высказывание. До того, как мы закроем нашу дискуссию, я хочу сказать несколько слов. Я на французском прочитаю мое обязательство, ведь мы на форуме ООН есть для этого места, и поэтому я перейду на француз язык. Очевидно, что новые технологии являются новым способом спасения планеты. Мы должны действовать так, чтобы новые технологии позволили нам достичь развития всего человечества в таком положительном смысле, чтобы мы создавали универсальные ценности, инициативы, которые будут способствовать развитию благу всех. Это наша цель, это не то, чего мы добылись, это некий идеал, к которому мы стремимся. Стремимся все, все человечество. Все вопросы являются для нас возможностью создавать реальные этапы достижения наших целей. Шаг за шагом мы сможем как человечество добиваться того, что будет служить нам в сеть, мы можем добиваться прогресса, мы должны помнить о том, что нам стоит работать еще много, мы должны оценивать наши собственные действия, и по ходу различных форумов мы должны оценивать наши достижения, наши действия. Благодарю всех за сегодняшнее заседание, и я надеюсь мы с вами повстречаемся в будущем. Спасибо. Большое спасибо нашему модератору, всем нашим участникам, большое спасибо всем случаям. Закрываем эту сессию. Спасибо. 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 субтитры, субтитры, спасибо. Спасибо. субтитры,